Привет, друзья! Как я и обещал, сегодня у нас продолжение нашей эпопеи спички, как они есть. Вторая часть у нас сегодня речь пойдет о спичках эпохи СССР, то бишь Савдепа. Настановились мы в прошлый раз вот на такой коробочке спичек. Спички прячьте от детей. Ну, спички тех времен, они, конечно, искрились разными лозунгами, разными крылатыми фразами. Из рекламы практически, рекламы как таковой при СССР-то и не было. Ну, да, вот есть у меня такие коробочки спичек, вот, как, например, Аэрофлот. Это единственная, наверное, реклама, которая была вот на этих спичках. Была очень большая пропаганда, там, скажем, всяких технических средств, моторных лодок, аэропланов, самолетов, военные техники, мощи всего СССР и так далее. Но не более, друзья, не более. Значит, что еще? Перед тем, как начать вообще обзор нашей коллекции спичек СССР, хочу донести до вас вот некоторую информацию. Мне было все-таки интересно. Вот, если вы помните из прошлого видео, очень интересовало, ну, чем все-таки вот пропитаны эти спички, или пропитаны они вообще чем-либо, и из чего, собственно, состоит вот эта вот головка у нас, да. Ну, мы при советах, вот, да и сейчас, как бы, я особо не внедрялся до этого момента. Я считал, что СССР-ка это обычная сера, да, спичечная. Ну, нет, на самом деле все, друзья, намного сложнее. И процесс производства вот этих спичек, да, теперешних времен, наших времен, он технологически непростой совсем. Вот. Сейчас уже больше, как бы, начали обращаться к теме безопасных, так называемых безопасных спичек, то есть спички, которые зажигаются только от серы, которая имеется на коробке, да, ну, от трения, скажем так, более такого вот серьезного. В то время как старые спички, вот, не буду утверждать, какой у них состав, не знаю, да, ну, вот, в данном случае вот у нас спички, вот такие советские спички. Ну, они, как бы, ничем не отличаются, наверное, от простых спичек, которые мы используем и в сегодняшних бытовых нуждах. Вот. Единственное, что да, вот, ну, не знаю, это от старости, не от старости, ну, вот тогда спички так улучились все. Не пить, не знаю, может, эти, они не улучились бы, может быть, просто пересохли или от своей ветхости уже старости. Вот, ну, не буду утверждать. Давайте все-таки расскажу вам, поделюсь с вами ту информацию, которую я черпнул насчет того, из чего состоят все-таки наши спички, да, какой состав у нас древесины, какая пропитка, какая серка и тому подобное. Итак, друзья, спички, вот, так как они сегодня производятся, ну, давайте начнем с основной, скажем так, соломки, да. Наша соломка спичечная, она пропитана монофосфатом аммония, и после высыхания вот этой вот смеси монофосфата аммония с водой, она пропитывается парафином. После чего это все дело отправляется уже, ну, как заготовка, да, на покрытие самой спички вот этой вот серкой, ну, или, как в данном случае, на сегодняшний день покрывают другими веществами, вот, то есть, ну, давайте расскажу, с чего серка состоит, собственно, да, будем так ее условно называть серка, вот, на самом деле это технический желатин используется в качестве клея, вот, и плюс хлорат натрия. Ну, и, конечно, вот, как в этой спичке, это дали чуть-чуть немножко совсем красной краски. Для чего это так сделано? Ну, наверное, с технической стороны для того, чтобы они между собой как бы не вспыхивали, да, ну, не знаю, при малейших трениях там нигде никак не зажигались. Вот, плюс к тому же, вот, ну, произвитель выбирает древесину в качестве спички, то есть, для спички древесина выбирается только вот осина, ну, из, скажем, тех вот моментов, которые я знаю. И вся эта вот древесина, то есть, покрытие, да, вот, как я говорил, парафин с вот этим вот монофосфатом аммония, для чего это? Для того, чтобы вот, когда мы зажигаем спичку, давайте я покажу, вот. Сейчас она у нас догорит. Вот, сейчас смотрите, друзья, раз, потухла, все. То есть, для того, чтобы спичка быстро потухала при сгорании, и для того, чтобы она в процессе воспламенения не ломалась, не крошилась, не падала кусками, вот. Ну, сейчас я уже ее поломал, да, вот, уже самок, скажем так, серку. Ну, и для того, чтобы полностью не выгорала она. То есть, в процессе производства взвешивают даже вот угольки от спичек, да, они должны тоже иметь какую-то определенную пропорцию, и весить какой-то вес, да, для того, чтобы их могли запустить в производство уже непосредственно. Что еще интересного по спичкам? Кроме того, чтобы в производстве, ну, чтобы пустить вот эту спичечку в производство, делаются такие замеры, как пламя, то есть, насколько большое пламя. Пламя должно быть от одного сантиметра и выше. Делается замер времени на горение данной спички. То есть, это эти все нормативы, как бы, ну, они очень простые. То есть, это больше сантиметра, от сантиметра, вернее, пламя, и полное сгорание спички не менее, чем через 10 секунд. Не удержался я, друзья. Давайте все-таки проведем данный эксперимент по тому, как долго будет гореть наша спичка. Ну что ж, засекать на каких-то приборах я не буду. Давайте так. Я зажигаю, и вместе будем считать, сколько это по секундам. Ну что, поехали. Ну что, поехали. Ну что ж, я думаю, что вы видели. Спичка горит более 10 секунд, что приятно радует. От этого, наверное, и зависит качество спичек. Потому что, я так думаю, что не все спички идут качественными. То есть, как и везде, наверное, все-таки есть и подделки спичек, как бы это банально не звучало. Ну и, конечно же, как я и говорил, друзья, я все-таки в дальнейшем будущем проведу такие эксперименты. Буду делать сравнительные тесты спичек разных производителей, дабы посмотреть, кто же лучше. И думаю, это будет в ближайших где-то обзорах, в ближайшем времени. А пока что делитесь своими впечатлениями, что вы про это думаете. Ну а сейчас давайте все-таки перейдем к обзору все-таки наших спичек СССР. Как мы уже заканчивали первую часть и начинаем вторую, с таких вот спичек, спички САВДЭПа, прячьте от детей. Ну, это, скажем так, неплохая реклама. Для тех времен это, наверное, было одним из таких вот кроватых громких фраз. Сейчас прячьте спички от детей. От меня сложно было запрятать. Я думаю, и сейчас мало кто уже прячет эти спички от детей. Ну ладно, давайте посмотрим, что в середине. В середине у нас обычная коричневая, уже такая вот желтоватая, видно, от времени спичка. Вот, кстати, не раз нам попадались, да, ребята? Вот такие вот слипшие вдвое спички. Это говорит и свидетельствует, ну вот уже поломалась даже. Свидетельствует о том, что в процессе изготовления производитель поспешил и не успел просушить головку нашей спички. И, конечно, она когда была в жидком состоянии, они просто между собой при упаковке слиплись. То есть стоило чуть больше ее просушить, наверное, да. Или же в процессе вот на конвейере, да, они вот в таком, где-то на таком расстоянии друг от друга идут. Вот, и при опускании их вот в эту массу, да, ну, серки имеется в виду, да, они между собой могли просто, ну, где-то неровность какая-то, или слиплись, или еще что-то там. То есть это обычный такой вот стандартный процесс. За этим, кстати, процессом следят на таких вот спичечных фабриках люди, которые данные спички, вот если они слиплись, где-то, или какой-то брак есть, они их просто ставят, ну, с производства убирают данный коробок. Ну что ж, вот наш первый коробок, он такой. Спички детям не игрушки. Прячьте спички от детей. Давайте перейдем ко второму. Второй у нас знаменательный такой коробочек, как я и говорил вам, друзья, рекламы в СССР не было, но зато была реклама, вот элементы рекламы были вот такие, да, на спичках. В данном случае, вот у нас тут самолет Ту, или Ил, не знаю, не специалист. Ну, аэрофлот, одним словом. Аэрофлот приглашает в полет. Коробок такой же формат имеет, как и наши прячьте спички от детей, ну, так как производитель один и тот же, это город Борисов, БССР, цена та же одна копейка. Вот, ГОСТ, ГОСТ, кстати, ГОСТ, ГОСТ у нас, не знаю, до этих времен, то есть такой же ГОСТ сейчас, или может быть другой какой-то. Не будем на этом останавливаться, давайте дальше будем рассматривать. Вот, 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 вот. Такие вот спички. Опять же, друзья, заметьте, везде двухцветная печать. Не знаю, там, может быть, в целях экономии, ну, как-то прогнозировано так, вот, данная коробка тоже двухцветная. 60 лет из СССР. Спички также 77-го года. Ну, видно, что был целый конвейер, нужна была большая скорость, потому что, как бы, за качеством этих спичек, ну, нас устраивало такое качество, как бы, да. Теперь уже немножко другие форматы, вот, и вот если мы будем сравнивать даже с современными спичками. Ну, видите, вот эти подтеки, подтеки вот этой серки, да, на коробке, они на современных спичках просто исключены. Это в силу, может быть, даже нового оборудования, которое сейчас стоит на производственных мощностях, которое не допускает, да, или другой уже формат спичек идет, как бы, ну, и, понятное дело, качество чуть вот, уже получше. Ну, друзья, эта коробка спичек никогда не будет стоить одну копейку. Я думаю, уже никогда. Вот, а эти спички могли, и совет мог выпустить на своих мощностях такое количество спичек, чтобы оно удовлетворяло всех и всюду по цене одной копейки. Ну, что ж, вот такие у нас спички 60 лет из СССР. Так же самая стандартная серая у нас, стандартные спички. Вот, смотрим дальше. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Дальше у нас вот такая вот коробочка спичек. Ну, очень такая вот, какая-то обычная, я бы сказал, да. Сложно сказать, что это какая-то реклама или этим что-то хотели бы показать. Просто, скорее всего, это вот нужно было что-то, какой-то фон дать, да. Ну, и вот дали фон. Просто горячая спичка и просто набор спичек. И нижний, да. Ну, как бы намёк, типа, что, мол, это спички, ребят. Это реально спички. Конечно, это спички. Особенно, если эти спички... Ну, какие обычные спички, блин, ладно, чего уж там. Вот такие вот спички у нас. Смотрим дальше. Ещё одни интересные спички. Тут у нас изображён Кремль. Вернее, намёк идёт такой, да, я бы даже не сказал, что это Кремль конкретно. Намёк идёт, что вот всё-таки, смотрите, звезда, да, какие-то кремлёвские своды где-то близко к этому. Хотя вот в каком-то оно таком аврале и схожем на ту же гвоздику, да. Ну, непонятно. Нет, я, например, вот не очень понимаю вот такую интерпретацию рисунка. Ну, ладно, не с этим, не про это мы говорим. Производственные объединения Гигант. Город Калуга. Друзья, Калуга. Цена та же. Одна копейка. Полностью, видите, они ещё даже не тромуты. Вот. Ну, понятно, немножко они уже крошатся. Время ничего. Не хранит долго. Обычно, обычная упаковочка, сравнима упаковочка, кстати, вот с Борисовской спичной фабрикой. Но, вот заметьте, здесь покрытие больше, на Борисовской как бы вот идут краешки, да, здесь как бы покрыто. Так же само с этой стороны. Опять же, ну, брак не брак, на месте склея, видите, немножко тот зазор. Очевидно, тоже связано с массовкой производства. Ну, вот, такой вот у нас Калужский гигант спичек. Смотрим дальше. Дальше у нас вот такие спички. Берегите хлеб, друзья. Это один из самых, наверное, важных лозунгов эпохи СССР. Наверное, вот эти годы послевоенные сложные, но они как-то вот по-другому заставляли смотреть на такое вот. Вот. И действительно, действительно, в нашей стране вот хлебом дорожили. Действительно, хлеб всему голова, и спору нет. Но не будем на этом останавливаться. Опять же, спички у нас от Борисова. То есть, белорусский, произведено в Белоруссии. Серка обычная, стандартная. Кстати, вот смотрите, тоже вот здесь очень-очень таки прилично. Такая жирная она. То есть, очень даже так вот, ну, сравнительно вот возьмем спички, которые я вот от другого производителя, да. Вот, видите, какая разница. Может, это все-таки зависит от партии, какая партия пошла. Вот одна партия, ну, больше окнули другую, меньше в серку. Не знаю. Но, тем не менее, спички мне понравились. Дальше. Дальше у нас... Дальше у нас вот такая вот Курганславы. Все та же двухцветная окраска. Курганславы, город Борисов. Минлеспром БССР. Тоже однокопеечная. Вот. Ну, спичка приурочена, да, вот, к памятнику архитектуры. Курганславы. Смотрим дальше. Дальше у нас идет... Вот такая вот золотая звезда. Опять же, в том же двухцветном фоне. Минск. Опять же, Беларусь. Город-герой. Приурочена к Минску. Ну, не знаю, наверное, скорее всего, какие-то юбилейные спички, что ли. Или просто спички, вот, рассказывающие нам, повествующие нам о городе-герое Минске. Вот такие вот двухцветные у нас экземпляры. Смотрим дальше. Вот такой коробок. Что особенного, друзья, в данном коробке? Данный коробок, это тоже у нас Пинск. Это Пинск уже, да. Изображен Минск. И изображен Государственный театр оперы и балета. Государственный театр оперы и балета. Коробочка идет деревянная в данном случае. Возраст спичек 1968 год. 75 штук. Если увидите, у меня не думаю, что сфокусируется, так как разрешение слабенькое. Вот. Итак, 75 штук. 1986 года. Государственный театр оперы и балета. Минск. Шпоновая упаковочка самой коробки. На нее наклеена бумажка. На бумажку нанесена серка. Сам ковшик коробки картонный. Не деревянный. Что примечательно, друзья, он еще обклеен бумажкой. Вот смотрите. Тут уже паутинки. А нет, друзья, вот смотрите. Тоже дерево. Представляете, это шпон. Это просто склеенный шпон. Вот. Шпоновая коробочка. В шпоновом чехле. Довольно такие вот прикольные спички. Да. Пинские. Ну, смотрим дальше. 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 Дальше у нас вот такие спички. Та же самая коробочка. Приуроченные к годовщине. Вот. 1917-1977 года. КПСС, наверное. Тоже пинские. Это уже, друзья, 1977 год. Вот, 1977 год. Что интересно. Что интересно. В 1977 году, но также шпон такого же формата коробочка. Также 75 штук. И набитость такая. Ну, вот чувствуется, да. Что их... Там есть спички реально. Плюс коробочка сама все-таки. Вот мне кажется, что картон легче, нежели дерево. Поэтому как-то вот увесистей будет. Смотрим дальше. Такой же вариант курган славы, как мы уже рассматривали. Но в оранжевом цвете. В оранжевом цвете. Ну, тоже ничего. Не будем мы на нем останавливаться. Шагаем дальше. Вот такие вот, друзья, спички. Данные спички я очень хорошо запомнил. Они... Когда я еще буквально ходил в садик, Эти спички валялись везде в павильонах, Где неприятно пахло. И... Ну, это была, короче, ассоциация такая вот Именно с детством, да. То есть, эти спички были... Валялись под каждым окном общежития. Под каждым мусорным баком. Их было настолько много, что Я иногда думал, что Других спичек-то вот раскрасок-то и нет. Коврики, кстати, да. Вот мне были. Были коврики разные. Орнаменты вот эти были и зеленые, и красные. Там они были каких-либо, хочешь, других разных цветов. И... С чем еще у меня вот такие ассоциации все-таки? Они... Кстати, вот эта коробочка 85-го года, спичек. Мы, как бы, в детстве еще вот вырезали Вот эти вот передние... Ну, лицевую сторону, да. Вот этой коробочки. И... Играли ими. Знаете, как на фантике, что ли, да. Вот, ну... Что было тоже занимательно и интересно. Ну, это вот, наверное, спички Я бы назвал моей эпохи. Да, кстати, да. Делают Борисов их. Вот. 85-й год. Видно, да? ГОСТ, БССР. Обычный стандарт. Ну, смотрим дальше. Ну, смотрим дальше. Много, друзья, коробочек повторяется. Много повторяется. Есть вот... Ну, на чем я не буду останавливаться. Есть вот такие дубликаты. Некоторые подуставшие уже. В данном случае это вообще пустая коробка у нас. Она даже сохлась. Потому что не было давления спичек там. Ну, не было ничего. И она пришла почти в негодность. Ну, ничего. Она еще рабочая. Вот. Ну, и как же. Такие вот, так же самые, как я вам показывал уже. Мы их рассматривать не будем. Мы отложим их в сторону. Так же самый полет. Вот. Рассмотрим мы вот такую коробочку. Пинские. Пинская спичечная фабрика. Я думаю, что вот это вот, наверное, все-таки... Не знаю. Логотип, что ли. Как сегодня говорят. Пинской фабрики. Я могу ошибаться, конечно. Тут нарисована у нас лось. Минлеспром БСССР. 75 штук. 69-й год. 69-й год. Сзади, конечно, ничего нет. Так же сама коробочка у нас идет картонная. Картонная, обклеенная бумагой. Тонкой. Ну, и покрыта серкой. Вот. Ну, такая вот интересная. Юбилейная, наверное, коробочка, скорее всего. Смотрим дальше. Так, это мы уже рассмотрели. Смотрим. Вот такая коробочка спичек. Пинкск-древ. Коробочка... Ну, скажу сейчас вам, наверное, если увижу сам какой год. Город Пинск. Улица Брестская. Пинкс-древ. Не знаю, друзья, но мне кажется, что это вообще 2001 год. Хотя я могу ошибаться. Даты конкретно я тут не обнаружил. Сзади тоже рисунка нет. Нарисован зубр. Зубр. Да, скорее всего, это уже постсоветские спички. Потому что здесь уже и РСТ стандарты идут. Ну, совсем-совсем другое. Ну, попала такая коробочка, но не будем останавливаться. Продолжим. Вот такой у нас коробочек. Заповедники СССР. Хаперский. Выхухоль. Вернее, это заповедник Хаперский. Вот она, картинки у нас Выхухоль. На этикетке. Так же само. 1977 год. 75 штук. Дерево. Дерево. Насчет вот таких спичек, друзья. Тут я хотел бы остановиться более детально. Здесь есть целая серия спичек, посвященных годовщинам октября. вот с таким вот, с таким цветком и таким глобусом внизу, да. Вот. Ну, цветок, по идее, обычная хризантема. Октябрьская. Вот. Давайте, как бы, соберу из, не буду останавливаться конкретно на одном, а соберу целую такую вот коллекцию годов данных спичек юбилейных. Ну, давайте к делу. Так. Так, так, так. Сейчас сложим их в иерархии. Как они были. Может быть, есть коллекция всех годов. Не знаю. Сейчас посмотрим. Вот, друзья. Спички у меня лежали далеко-далеко в кладовке. Фактически, как бы, будем говорить, они были законсервированы. Их никто не трогал. Покрылись не просто пылью. Я не понимаю, конечно, как она могла залезть в коробку, эта пыль. Но пыль нам ужасна. Ужасно. Надо будет этим заняться как-то. Ну, вот, видите, если бы не открыл, да, и не узнал бы, что все-таки они такие у меня есть. Потому что в одно время я бы уже, как бы, и забыл про них. Так, сколько же у вас тут, ребят? Сколько же этих спичек, посвященных октябрю? Неужели? Неужели? 82-й год в красном цвете. И такие есть. 80-й год. Это повторяется у нас. Это повторяется. 82-й год. Но это тоже повторяется. Сейчас нашел я тут еще пару таких уникальных, я бы сказал, коробочек. 17-й год. 17-й год. Есть он. А нет, 82-й. 82-й. Еще и в таком цвете. Видно, популярный был год. Кстати, спички достались мне от моей бабушки. И вот видно, в 82-м году, когда она концентрированно покупала одни и те же спички. Поэтому и сохранилось, наверное, так много коробков данных спичек. 82-го года. Вот. Год 80-й. 80-й. В зеленом цвете. Тоже интересно. 82-й год. 82-й год. Также в пыли. 82-й. Так. Вот так, так, так. Ну и спички 80-й. Опять же, наверное, к этой серии. Нет, все-таки 80-го года здесь будет больше. Все-таки больше. Ну что ж. Давайте рассмотрим, какие-то, может быть, есть отличия существенные. Кроме того, как сам принт, самопечать, краска. Краска везде двухцветная. Давайте остановимся на том, что, в принципе, они одинаковые. Просто возьмем цвета. Разные цвета. Вот так, наверное, да? Такая экспозиция. Вот такие они. Хотя есть, ребята, и отличия. Вот если взять два таких вот коробка, да? Один 82-го года, второй 80-го года. Вот. 80-й и 82-й. То, видите, здесь как бы у нас имеется краска. Здесь краски нет. Скорее всего, даже, вы знаете, производство. Я не знаю, в год сколько тут получается у нас. Кстати, интересная вещь, друзья. 60 штук. Здесь уже пишут 60 штук. Вот на этом коробке, вот на коробке 82-го года, никакой информации про 60 штук нет. Интересно. Вот вам и отличие первое. 60 штук. Ну ладно. Дальше. Так же самая картина. Так же самое здесь. У нас пишет количество 60 штук. Здесь количества нет. Здесь просто рамка. Ну, наверное, тоже в целях экономии самой краски, что ли. Ну, и зелененькие тоже вот имеются с такой краской. Ну что ж. Ладно. Вот такая у нас коллекция октябрьских спичек. Спичек октября. Очень их тут много. Очень-очень-очень. Видно в советах про октябрь. Были особого мнения. Так. Так, смотрим дальше. Вот такой у нас коробочек. Березинская. А нет, Березинский заповедник. Вот. Тут у нас косули нарисованы. Лесные козочки. Тоже Борисов. Так же самая цена. Одна копейка. И вот такой уникальный коробок. Друзья, что тут нарисовано? Вернее, на что... О чём говорит картинка? Я даже не знаю. И даже не скажу вам, кто производитель. Вот. Единственное, что можно прочитать... Ну, вот я не знаю, если вы увидите. Тунисия. Москов-де... Тунисия. 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 То есть, вполне возможно, что тут изображён Тунис, какое-то побережье. Не знаю. Но написано. Даже не буду утверждать, какой язык. Не знаю. Ну, такие спички. Про год вам тоже ничего не смогу сказать. Коробочка мало информативная. Ну, очевидно, что это где-то 70-е... Вот так вот. 70-е, 60-е года. Ну, что ж, друзья. Гургухаль у нас уже был. На этом я, как бы, наш маленький такой обзор с Авдепа буду заканчивать. Скажу, что всем этим спичкам я обязан, благодаря моей покойной бабушке, которая мне оставила, скажем так, вот такую коллекцию интересных советских образцов спичек. Как я и говорил, я буду, возможно, буду делать такие вот обзоры по сравнительному тесту спичек разных производителей. То есть, будем проверять качество спичек. Будем полить, гореть, поджигать и тому подобное. Ну, что ж, друзья, на этом я буду заканчивать обзор спичек второй части, какими они были. И в дальнейшем я все-таки планирую сделать такие тестовые сравнительные обзоры спичек разных производителей. То есть, мы будем поджигать, тестировать, проверять спички на качество, на продолжительность горения огня, на возможности разных спичек. Ну, а пока, всем спасибо за просмотр. Вот, и до новых встреч. Пока. Пока.